Всем привет, всем здравствуйте! Оля из Тампери, Сфинляндия. Еще раз хочу поздравить всех, что вы отмечаете. Отмечаете вы Новый год, Рождество и так далее. Всех еще раз с праздниками. Ну и, конечно, много раз получаю комменты под своими роликами. Можно просто записывать целые, как говорится, ответные вот такие ролики. Ну и один раз был оставлен коммент. Оля, зачем вы мусолите вот эти комменты, что вам эти дамы пишут? Конечно, не от большого ума такое написано. Зачем вы это мусолите? Ну и этой даме я ответила, к сожалению, не мой придуманный контент. Мусолить ответы подписчиков, наверное, вот так нужно сказать. Есть каналы и по 500 тысяч подписчиков. И все равно там делают прямо скрины и обсуждают, кто написал, что написал, какие крестьяне с гнилыми зубами эти комменты написали. Там идут просто даже и оскорбления иногда в сторону подписчиков. Я никого не оскорбляю. Ну, если человек вот так написал, конечно, не все можно зачитывать. Поверьте, я показываю только макушку этого айсберга. Много раз я делаю себе скриншот только из-за того, что, да, диву дается, с какой палаты это написано. Ну и, конечно, обмусоливать я не собираюсь. Ну, все равно порассуждать и сделать какие-то выводы. И, может быть, кто-то даже почерпнет какую-то вот такую историю себе, как говорится, из жизни. Ну и мусолить это тоже тема не моя. Я говорю быстро и про это я тоже много раз говорила, что, конечно, да. Ну и начнем вот с такого. Мне был оставлен коммент под роликом, где я говорю, что всем не угодить. То есть невозможно говорить правильно, использовать длинные речевые обороты. И я знаю, что меня смотрят люди, для которых русский язык не родной. И они пишут тоже с грамматическими ошибками, наверняка, еще хлеще, чем я. Но, опять же, я всегда говорю, народ, пишите, нет проблем. Кому надо, тот поймет. И если на моем канале начинаются вот такие приписки, зачем вы не включите какую-то программу, чтобы исправить грамматические ошибки, позор русскому языку и так далее, я эти комменты сразу удаляю. Зачем, как говорится, вот такое разжигание. Ну и мне был оставлен коммент под таким видеом. Коммент супер, коммент супер. Вот просто в точку. Я часто слышу, как перед кассой покупатели говорят друг другу, «Ложи товар на ленту вместо клади». Ну и тут она перечисляет, какой ужас все вот это. Да, и много раз люди даже образованные. Я тоже в одном видео рассказываю, что женщина говорила, что она инженер, технолог. Прямо чуть ли там, да, не министр молочной промышленности. Ну, когда она снимает видео про Финляндию, она тоже говорит, вот финны ложат ягоды в морозилку. Я когда первый раз услышала, да, конечно, говорится, можно всем. Вот такое может случиться хоть с кем. Ну, когда человек из ролика в ролик говорит вот так, как говорят, ну, не знаю, теперь, наверное, колхозов нету, совхозов тоже нету. Ну, какой-то просто, ну, такая деревня, что просто их мармелад, как говорится. И вот действительно человек даже с образованием говорит вот так. Ну и самое, вылаживай, вылаживай. Вот тоже мне понравилось слово. Она пишет, что многие говорят, вылаживай этот товар на ленту у кассы. Да, вот иногда читаешь, иди, удаешься, какие грамотеи есть. Ну, опять же, я считаю, что, ну, нет вот идеальных людей, которые говорят без ошибок. Мне даже слов не найти. Да, иногда хочется вот такое видео записать, но опять боюсь, потому что набегут вот эти писалки, которые напишут, что меня судить надо, как это я мерзавка, коверкаю, такой красивый русский язык. Да, вот мне один раз тоже судом пригрозили. Ну, и дальше идут внуки. Да, один раз и в видео просто, ну, я не подумала, наверное, о последствиях и сказала, что маленьких детей я не люблю и внуков я тоже не жду. Ну, и прибежала вот такая тетка, которая оскорбила меня просто с первых строк, что я вот такая мерзавка, что я не хочу продолжения рода. И как это я, она могла подписаться на мой канал, если бы она знала, что я вот такая, дети, ненавистник. Я когда читала, я была в таком ужасе, то есть вот из-за моей одной фразы человек сделал обо мне какие-то вот свои суждения. Ну, и когда я ей написала, что ну, а сколько вам лет, почему вы на себе положили крест, почему вы живете только внуками? Она написала, что ей 50 лет уже, ну, я считаю, что не уже, а только. Ну, опять же, это вот как про полстакана молока, кто-то видит, что еще половина есть, а кто-то уже видит, что половина выпьет, а тут точно так же. То есть в 50 лет человек на себе поставил крест, и она же ждет этих внуков. Ну, и, конечно, вопрос, что ну, для чего вам эти внуки, чтобы их воспитывать. То есть, понятно, да, бедных детей она уже воспитывать не может, потому что наверняка они крестятся, крестятся только, не дай бог, чтобы вот эта мамуля не приходила и не совала свой нос в их жизнь, поэтому она будет воспитывать внуков. Ну, не дай бог, да, если вот такой, как говорится, диктатор, там это бабуля. Ну, и опять же, многие положили на себе крест, то есть 50 лет нету никакого-то женского счастья, мужа нету, и вот только эти внуки. Нет, ну, пожалуйста, кто запрещает, я никого не осуждаю, если вы вот так действительно ждали этих внуков, и у вас внуки, это вот такой свет в окне. Ну, слава богу, ну, я думаю, что и кроме внуков должна быть какая-то жизнь, должны быть взрослые люди, друзья, соседи, тети, дяди, но я не знаю, как еще о этом рассказать. Ну, и вот опять я зацепилась с одной дамой, ну, и я всегда, конечно, знаете, так шаг назад, потому что мы никогда не знаем, что человек думает и почему он так написал. Ну, и первый коммент был безобидный. И очень хочется думать, что про поводу внуков вы пошутили. Ну, вот вроде так, да, безобидно, что я говорю, что я внуков не жду и маленьких детей я не люблю. Я ей отвечаю, нет, не шутка, и мне внуков не надо, я своих детей вырастила. И я действительно считаю, что я своих детей вырастила, и это никакой, не вот такой труд, что, ну, родил ты ребенка, детский сад научат садиться на горшочек, кушать культурно, вилочкой с ножиком, здороваться, петь, танцевать и так далее. Ну, и в школе научат считать, писать и так далее. Нет, конечно, да, детский сад и школа, ну, воспитывают-то дома, и поэтому я считаю, что я своих детей вырастила и воспитала, ко мне какие, как бы, это претензии. Ну, на этом дама не успокоилась и написала, вы не хотите, чтобы у ваших детей были дети, вы не хотите продолжения рода. Ну, да, вот, вот чтобы вы ответили, вот, на такой коммент. Что бы вы ответили? Да. Ну, я ответила. Вы понимаете, что вы пишете? Они должны хотеть детей родить и их воспитывать. Это их решение, а не мое. Они рожают для себя, а не для меня. Ну, и переписка у нас продолжалась, только я ей об одном, она мне о другом. И вот давайте, как говорится, порассуждаем, что для кого эти дети вообще должны быть рождены. Для меня, для бабушки, чтобы они родили, принесли мне. И вот, как говорится, будьте, воспитывайте. Или все-таки они делают или рожают этих детей для себя. И, как говорится, я могу, да, конечно, помочь и посидеть, и погулять, и так далее. Но это дети не для меня, это дети для них. Вот действительно, может, я чего-то не понимаю, или после 36 лет жития в Винляндии я уже рассуждаю вот так. Ну, и, конечно, обида есть. Я помню, мы один раз были в гостях у моей подруги, и у нее уже внуки, и я вот этого внука не взяла на руки. Тоже была обида, что вот я даже маленького на ручки-то и не взяла. А я про себя думаю, а с какого перепуга я должна чужого ребенка брать на руки. Ну, и в Финляндии, например, наоборот, если вы приходите в гости, и там вот такой новорожденный, скажем так, много раз Финляндии не разрешают брать. Они не разрешают брать, они не разрешают трогать. То есть это нормально. Ты должен спросить воинку-кошки, можно ли трогать вашего младенца, если вы пришли, например, на какие-то крестины, именины и так далее. Не то, что вы приходите с порога, и сразу начинаете хватать этого бедного ребенка. И точно так же много раз проблемы у людей, которые путешествуют. Я знаю, моя подруга путешествовала вот с таким финским ребенком, у которого было белое лицо, голубые глаза, белые, как солома, волосы. И в каждом ресторане в Турции официанты пытались ущипнуть его за щеку. Вот эта вот система. И потом уже была вот такая табличка, написана на турецком и на английском языке. Не трогайте, потому что, ну, один прошел за щеку, уцепился, щипнул ребенка, второй прошел и щипнул. В их культуре это нормально. Но в Финляндии, если вот такое ты видишь, один и два и три раза, бедный ребенок боится вот этих мужиков с волосатыми руками, которые пытаются его за щеку, вот так, как говорится, подержать или ущипнуть, как это лучше сказать. Да это ужас ужасный. Я представляю, представляю этого бедного ребенка, что он пережил, что каждый второй проходящий мимо дядька, его пытаются за щеку вот так, как говорится, ущипнуть. Но на этом не кончилось. Следующее путешествие они точно такой же ужас испытали, что вот эти светлые волосы все ходили и пытались за эти волосы его вот так потрепать. Да, конечно, люди не понимают, что культура разная, где-то, может быть, действительно это и норм. Но в Финляндии, если вот так бы официант пришел, сидели бы какие-то клиенты, он подошел и стал бы этого ребенка щипать за щеку или шевелить какие-то, пытаться его волосы, вы знаете, я думаю, что это был бы последний его рабочий день. Ну, может быть, да, вызвали на ковер и сказали, что метатарку эту, а что вы хотели этим сделать? Нет, конечно, уволили бы просто, ну, может быть, не уволили, но дали предупреждение, что вообще такое, как говорится, немыслимо, что чужого ребенка начинать щипать, трепать за волосы или какие-то знаки внимания. Помните знаки внимания? Э, 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 вот тут точно так же. Ну и опять же, сейчас наверняка набегут защитники вот этой дамы, которая мне написала, что я вот как могу так рассуждать, что детей я не хочу, ну, я не знаю, я еще хочу сама пожить для себя, как говорится, а не только, что вот проснулся с утра, завел будильник и бежать, сломя голову, воспитывать чужих детей. Да, эти дети не мои, это дети моих детей, так что, конечно, они чужими мне не являются, они мои внуки, но все равно эти дети не для меня рождены. То есть я хочу донести вот этот позыв. Ну и, конечно, воспитание детей в Финляндии, это табу, ты не можешь никому никаких советов давать. И когда мне один раз был оставлен коммент, ой, я живу в Финляндии, но я вот воспитываю и помогаю, и гуляю, и помогаю деньгами и так далее, я ей, конечно, этой даме написала, но вы одна, наверное, из 5 миллионов жителей Финляндии, который приехал в Финляндию со своим самоваром и со своими законами. Здесь деньгами детям никто не помогает, все живут на свое, и, как говорится, тоже чужих детей никто не воспитывает. Ну, если вам они подкидывают детей на воспитание, значит, они сами не справляются. Наверняка вот так нужно сказать. У нас была бабушка с дедушкой, но в жизни я не могла представить себе, что я им позвоню с утра и скажу, ну-ка, давайте приходите, начинайте понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье у вас выходной. Что давайте-ка помогайте с моими детьми. Да в ужасе они наверняка бы были. И мой муж сказал, ты сидишь дома, а у нас будет бабушка и дедушка помогать еще с детьми. И, конечно, у многих бабушек дедушек нет, или бабушка-дедушка живет очень далеко, то есть возможности вот такой, даже, может быть, в какой-то театр пойти, что детей не с кем оставить. Для этого есть Маннергейм и Сойэли, то есть вот такая организация, куда вы можете позвонить и сказать, что вот, например, 13-го числа мы идем в театр, мне нужен профессионал, который придет вот на 2-3 часа с этими детьми посидеть. Да, это, конечно, услуга не бесплатная, это стоит денег, но придет человек, который профессионал, он с этими детьми и порисует, и повырезает, и прочитает, как говорится, какую-то сказку на ночь, и положит спать, и почистят они зубы, и сварит каши, и так далее, и так далее. Мы такими службами пользовались, и я поэтому знаю, о чем говорю. И была много раз такая женщина, которая приходила сидеть с детьми, она всегда спрашивала, давайте, если что-то поделать надо, я с удовольствием поделаю, быстрее пройдет время, если дети уже после 8 ложатся спать, а вы придете только после 10-11, она гладила ей белье и так далее. Да, вот такие тоже есть, потому что что-то, когда делаешь, быстрее время идет, а не так, что сидишь ты, ковыряешь в носу. Ну, теперь в носу никто не ковыряет, теперь все жарятся в телефонах, ну, тогда телефонов не было, поэтому вот такое было, как говорится, предложение, давайте я что-то тоже вам сделаю. Ну, и ты, когда писал отчет, что человек сделал, я всегда оставила высший балл, конечно, все было вот чики-пуки. Да, когда ты приглашаешь таких профессионалов, это всегда лучше, чем придет какая-то соседка тетя Люся, и вы думаете, что все будет вот как вы думаете, но нет, тетя Люся может быть очень любопытная и пойти, как говорится, пройтись и по вашим шкафам, и по вашим спальням, и залезть туда и сюда, такое тоже было, у меня была знакомая, которая сказала, вот так пригласила один раз соседку посидеть с больным ребенком, когда пришла, поняла, что она шарила везде и всюду, вот такая любопытная соседка оказалась, я была в таком ужасе, но она говорит, конечно, первый и последний раз я ее приглашаю, никогда ты не знаешь, вот так смотря на человека, что это за человек, как можно, когда тебя пригласили посидеть с больным ребенком, там ребенка оставить и пойти смотреть, что в какой, какая спальня, какой шкаф, какое нижнее белье у тебя лежит на полке, конечно, люди есть очень странные, ну и я думаю, что я не одна, которая вот так рассуждает про внуков, про маленьких детей, я думаю, многим людям, которые вот так советуют, что, ну а что, у вас еще нет внуков, вы что, больные, а что они не могут, так иногда хочется сказать народ, живите своей жизнью, не лезьте к другим людям, да, многие по состоянию здоровья не имеют, возможность иметь детей, у многих еще, может быть, какие-то проблемы, живите своей жизнью, не лезьте в чужие семьи, и в Финляндии, например, я работала сейчас в доме престарелых, так как мы работаем без украшений, украшений нету, ни колец, ничего, ты не можешь посмотреть человеку на руки, сказать, а вот здесь с правой стороны кольцо, ага, вот здесь с левой стороны два кольца, ага, значит, есть муж, значит, есть семья, ну и наверняка, если есть семья, может быть, уже есть и дети, нет, так как ты работаешь без колец, даже вот это, не можешь сделать какие-то выводы, ну и спрашивать, конечно, а у тебя что, мужа нет, а у тебя что, нет семьи, а ты что, старая дева, или ты старый вот такой, нет, конечно, если человек расскажет, это все очень хорошо, а если не расскажет, тоже, как говорится, никто кому в душу не лезет, нет такого понятия, что ты пришел первый день на работу, и тебя сразу, вот как на распятие, давай-ка сейчас рассказывай, что у тебя, чего у тебя, где у тебя, и сколько у тебя, если человек хочет, он поделится, а если нет, нет, и нет такого, что вот давайте-ка, идите сюда, я вам сейчас в телефоне, своих внуков начну показывать, ну это дети ваши, как говорится, это все очень хорошо, что они у вас в телефону, в телефону, нет такого, что сейчас мы соберемся все в кружок, и будем рассматривать ваших этих внуков, и восхищаться, что какие у вас шикарные внуки, ну это внуки ваши, как говорится, и радуйтесь вы своим внукам, но не навязывайте своих внуков чужим людям, ну и в Финляндии много раз мне задавали вопрос, что как относятся родственники к твоим детям, я честно говорю, я никогда не делала никакого вот такого акцента, да, мои родственники, ну вернее, они не мои родственники, родственники мужа, они не любят меня, так как я была разведенка, вот человек, как говорится, второго сорта, у меня нет высшего образования, они все имеют образование, но я всегда говорю, что жизнь длинная, она все расставит на свои места, и когда сестра моего мужа, старшая дочь, объявила, что она выходит замуж со итальянца, и уезжает в Италию, я тогда тоже сказала, ну надеюсь, что итальяшка был не разведенный, и имеет образование, то есть вот действительно никогда ты не знаешь, желая, что ты можешь взамен получить, вот как говорится, так что к моим детям было такое же отношение, как ко мне, ну а с другой стороны, я с ними никогда не пыталась наладить, ни вот каких-то таких, знаете, прямо каких-то дружеских отношений, здрасте и до свидания, и мне этого было достаточно, так что, конечно, если вы в Финляндии живете, и у вас очень хорошая свекровь, и очень хорошие родственники, вам повезло, но если родственники вот такие, которые смотрят на вас косо, и первый вопрос, а что детей вы еще не родили, делайте шаг назад, и вспоминайте меня, лучше вот такая система, здрасте, до свидания, и все, и пошли дальше своей дорогой, не пытайтесь им, как говорится, угодить, и тем более оправдываться, это жизнь ваша, это жизнь их, и не надо ссывать нос, как говорится, в чужую жизнь, вот я всегда так рассчитываю, и когда люди что-то спрашивают, я говорю, я не знаю, и я не расспрашиваю, если человек сам не говорит, почему нет детей, как можно расспрашивать о таком, это вообще, мне кажется, не то, что неприлично, это вообще высшее вот это, дно просто пробить, если начать на работе у людей, у которых нет детей, вот такое расспрашивать, да, непростой ролик, вот казалось бы, начала вот так, а кончила вот так, да, не всегда записывать ролики легко, только из-за того, что я ищу слова, вроде хочется и по делу рассказать, и вроде хочется так, что не обидеть никого, все-таки дети, это такая арка-пайка, как говорят финны, что не дай бог, вот такой человек тебе пристанет, что насчет детей выспрашивать, это, конечно, ужас ужасный, ну, и я всегда отшутчиваюсь, если люди спрашивают, я говорю, что в Финляндии много раз, если ты встречаешь людей, они начинают первое рассказывать, все негативное, то есть они рассказывают, что бабушка попала под машину, а собачку повезли к ветеринару, и они рассказывают не из-за того, что вот у них в жизни ничего хорошего не случилось, нет, они рассказывают сначала все плохое, чтобы потом вот это все плохое закрыть всем хорошим, что случилось у них в жизни, и потом они рассказывают, что у них хорошего, Ну, когда я первый раз услышала вот такое, встречаешь людей, и они рассказывают, что действительно, я была в таком ужасе, думаю, ну, какой кошмар. Ну, опять же, это вот такое вступление, всегда рассказывают сначала про плохое, ну, а потом про хорошее. Ну, и напоследок, шутка, я в одном из видео говорю, что арку Пакастин, вот такая большая морозильная камера на 300 литров, у многих финнов есть, да, многие имеют большую дачу, они туда собирают грибы, ягоды, делают какие-то зимние вот такие заготовки, и вот этот арку Пакастин 300 литров у них стоит, где-то вот может стоять в гараже и так далее. Ну, и мне было написано, что я говорю неправильно, что это вот такая морозильная камера, ну, народ, если вы по-фински понимаете, вы 28 лет живете в Финляндии, арку это гроб по-фински, а Пакастин это морозилка, вот и переводится, как вот такая гробная морозильная камера. Ну, она, в принципе, и выглядит вот так, с крышкой сверху открывая, так что, если вы пытаетесь мне дать урок финского языка, народ, вы, наверное, не на тот канал пришли. Мне урок финского языка давать не надо, если я написала этой девушке, если вы вот такой знаток финского языка, пожалуйста, открывайте свой канал и учите людей финскому языку. Я думаю, этот канал будет блистать, потому что очень много людей хотят вот такого финского языка, грамматики и так далее. Ну, это был юмор, вот, как говорится, про арку Пакастин. Ну, и в конце, что на мне надето, когда снимаю видео и показываю мои старые наряды, я достала вот эту тунику Мазай, но мой любимый синий цвет. И здесь я сделала вот так шарфиком, то есть здесь нету ворота, я завязала шарф и вот эти углы загнула вот сюда, получается вот такой, как бы, знаете, шарфик. Ну, и так можно носить, если хотите, вот, как говорится, без шарфика. И шарфик можно повязать на волосы, если, например, действительно даже нет какой-то прически, этот шарфик можно повязать на волосы. Тоже, мне кажется, будет очень-очень миленько. Подписывайтесь, не хворайте. С вами была Оля из Тампыри, из Финляндии. Всем физкульт-привет, не хворайте.